Поэтому вы видите табличку эту, 100 очков, Ребензбург, она, естественно, лидер сезона. А вот что касается общего зачета, посмотри, друзья, ну здесь ожидаемая, да, ситуация. Шифрин, не откладывая, говорится, в долгий ящик, сразу рванула с начала сезона. И посмотрите, какой у него сумасшедший отрыв. 237 очков уже от второго места, а на втором как раз Ребензбург идет. И, кстати, но Микаэла Шифрин на последнем старте, друзья, получила настоящую пощечину. Десятое место лишь в прошлом супергиганте. И сегодня, конечно, Шифрин, амбициозная девушка, будет, конечно же, тоже бороться за пьедестал. Мы как-то в этом не сомневаемся. Ну и приятно, вот прогноз был неудачный, друзья, посмотрите, картинка красивая, да. Солнышко, переменная такая облачность. Ну вы понимаете, что в скоростных дисциплинах, а у нас сегодня супергигант, видимость очень важна. И солнышко, конечно, было бы очень даже желательно. Посмотрим. И надеемся, что в течение соревнований сегодня погода продержится, хотя бы в отличие от Вальдезера французского. Ну а сейчас небольшая пауза. Продолжаем нашу прямую трансляцию, друзья. Друзья, победители у вас на экранах, это победители и на этой трассе в Санкт-Морице. Посмотрите, Шифрин выиграла в прошлом году у нас в 18-м. Две победительницы в 17-м. Тина Варатор дубль сделала в 13-м. И в 16-м году побеждала до этого Лин Сивон. Ну и Лара Гуд тоже в числе победителей этого супергиганта. Правда, это было, вспомнил Лара Гуд, очень уже давно. Пока у великолепной швейцарки результатов в этом сезоне нет. И это, конечно, достаточно серьезно всех удивляет. Ну вот, наезжаем на стартовую позицию. Посмотрите, флаг, да. Ну, чувствительный ветер. Слава богу, планировалось. Синоптики пугали, что порывы будут до 20 метров в секунду. Но, слава богу, такого вроде бы не происходит. И терпимый такой ветер, который позволяет проводить соревнования. Вот она, Лара Гуд, в красной курточке у вас на экранах разминается. И, ну уж, наверное, на домашней-то трассе, в конце концов, должна все-таки она когда-то отличиться, да. Марсаля, Франческа Марсаля, видите, четвертый нагрудный номер тоже разминается активно. Ну, а это уже пошел стартовый протокол. Мы видим, что гонка у нас сегодня начинает. Илка Штуэц, за ней Холденер, Венир, Марсаля мы уже это видели. Ну, и многие претенденты где-то в середине у нас 20-х. Выбрали себе номера, я напомню, что выбирают номера лучшие спортсменки. Гизин, посмотрите, 12-я. Шифрин, 13-я. Шмидтхофер, 15-я сегодня. Софья Годжа, 16-я, Тиновый оратор, 17-я, Николь де Лага, 18-я. Ну, в общем, такая очень интересная у нас сегодня расстановочка. Итак, начинается соревнование. Напоминаю, друзья, у нас очередной этап Кубка Мира. Женские проходят соревнования в Санкт-Морице. Два дня соревнований и сегодня супергигант. На трассу ушла первая участница Илка Штуец. Безусловно, титулованная спортсменка, которая, в свою очередь, не обходится без травм. За последние 4 года две тяжелых травмы, связанные со связками, друзья. Ну, конечно, у Илки лучший сезон, блестящий сезон. Это был сезон 17-го года, когда она выиграла Кубок Мира в спуске. Стала второй в зачете супергиганта. Потом опять была травма. Ну, вот этот сезон пока тоже, так сказать, набирает форму, можно сказать. Давайте посмотрим. Очень технически сложная, интересная трасса здесь в Санкт-Морице. И я вот смотрю, друзья, что под первым же номером постоянно опаздывает по траектории, как ни странно, у нас Словенко. Вот этот трамплин тоже хорошо нам знакомый. Ну, я думаю, трасса-то, конечно, для наших телезрителей прекрасно знакома. Почти каждый год этап Кубка Мира, чемпионат мира был 3 года назад на этих трассах. Мы будем вспоминать и эти события, результаты, которые, конечно, были показаны. Ну, а пока первый ориентир 1.15.24. И вы знаете, ну, вот в целом мне заезд не очень понравился. Давайте посмотрим, что будет происходить дальше. Я напоминаю, что трасса Н-Година и длина сегодняшней трассы 1950. Ну, давайте мы можем, имеем право округлить. 2 километра. Серьезная трасса. 38 контрольных ворот. 35 виражей. Это значит, трижды тут комбинация двое ворот одной дугой. Ну, и Венди Холденер, конечно, Венди назвать фаворитом в супергиганте, ну, наверное, трудно. Но, друзья, вот у швейцарок есть такая хорошая традиция. Как правило, на своих трассах они выступают очень прилично. И в Сан-Морице в том числе. Мы видели уже результаты. Тут и Флюри, человек, который далеко не лидер даже швейцарской команды, вот одержала два года назад победу. Любят они эту свою домашнюю трассу швейцаркой. И, безусловно, будут сегодня атаковать. Ну, что касается слаломистки Холденер, как мы ее обычно, наверное, правильно называем. Друзья, очень удивляюсь, что Петра Вылхова пропускает. Ну, не поехала в Америку, это еще понять можно. Но и опять Петра Вылхова не уступает супергиганте. Как-то это не соответствует, согласитесь, с заявленным планом. Она говорила, что ни много ни мало за общий зачет будет бороться Кубка Мира. Но вот Петра Вылхова мы опять не видим. Ну, мы о Петре поговорим попозже, когда у нас сильнейшая группа пройдет. Там есть тоже информация. Ну, а пока... Пока Холденер обыгрывает, 100% обыграет Штуец. Да, посмотрите, ну, не зря мы с вами оценили, что у Словенки был слабый проезд. Она много ошибалась и по траектории. А вот Холденер уже... Результат Холденера это уже, наверное, ориентир. Да, наверное, ориентир для многих. Ну, вот хорошо, на близких планах мы с вами видим, что трасса плотная, жесткая, можно сказать. Хороший снег убрали. Тут тоже были снегопады последние дни. Но не такие мощные, как во Франции. Там, во Франции, вы знаете, многие ожидали старта мужского. Я еще раз напомню, что в Вальдезере сегодня мужской слалом, и соревнования перенесены на 13 часов по Москве. Мы постараемся как-нибудь хоть ненадолго в Вальдезер заскочить, чтобы посмотреть такое событие. Так вот, в Вальдезере там уже третий день валит снег при сильном ветре. Но вот здесь в Санкт-Морице как-то все-таки все более-менее приемлемо, согласитесь. Стефани Венир. Австрийская команда. Ну, Австрия, большинство, как всегда, и вернее, ну, часто, очень часто так бывает. 10 спортсменок сегодня из 54 заявленных, 10 Австрии по максимальной квоте, 9 швейцарок и 8 итальянок. Ну, вот я озвучиваю самые такие мощные команды, что, в общем-то, для нас с вами уже привычно. И, конечно, очень приятно в очередной раз появилась у нас Анна Файт. Тоже возвращение после травмы Анны Файт, и сегодня мы ее увидим. Увидим, наконец-то, в полной, так сказать, надеемся в полной силе Анна Файт. Ну, а пока ее подруга по команде Венир, посмотрите, ну, практически одинаково. Две сотых разницы на финише между австрийкой и швейцаркой. Приветствует тут публика. Ну, понятно, что публика большинство швейцарская и местная, но австрийцы, это же вам не Америка, да? Сюда все-таки добрались многие поклонники австрийской команды. Смотрите, как красиво со старта смотрится трасса, много снега. Ну, горнолыжный сезон рано в Европе стартовал в этом сезоне. Такая погода сложилась, уже были везде снегопады. Ну, само собой, искусственный снег тоже в обязательном порядке присутствует, особенно на трассах Кубка Мира. Ну, и первая из итальянок, Фракческо Марсалия. Дай, 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 дай! Сказала, именно в скоростном спуске Марсалия. Третье место было у нее. Но теперь шансы еще и в супергиганте здесь отличиться. Хотя, посмотрите, у нее, в принципе-то, да, по всем отрезкам красная зона. Так визуально вроде бы грубых ошибок не допускала. Итальянка 25 сотых, она все-таки уступает. Пока побудет вот Венди у вас на экранах, пока побудет здесь в этом приятном кресле на финише. Ну, а вот и Лара Гуд. Интересный, да, вот была пометочка на экране, я думаю, успели вы прочитать. Там написано, что она, у нее своеобразный рекорд. Она самая молодая победитель на соревновании супергиганте. Вот такой интересный рекорд у нее есть у Лары Гуд. А, в общем-то, дела идут неважно. Друзья, напомню, что Лара Гуд обладательница Кубка Мира в этой дисциплине 16-го года. Не так уж давно это было, да. Но ни в прошлом, ни в нынешнем сезоне отметить ее, в общем-то, особо нечего. Ну, было в прошлом сезоне, правда, призовое это место было. Именно здесь. Почему я и подчеркиваю, что на домашней трассе, но вот если она будет вот такие ошибки совершать, как только что было, то до призового места может не дойти. Давайте посмотрим, отреагирует ли секундомер вот на ошибку Лары Гуд. Пока у нее, как видите, сверху была сплошная зеленая зона. Нет, молодец, посмотрите. Остается зеленая зона, но очень плотно по сравнению с результатом Венди Холденер. Да, 30 сотых выигрывает. Ну, в общем-то, логично. Даже с ошибкой, ну, Лара Гуд, она, я уже сказал вам, человек, который именно в супергиганте добился своих лучших результатов. Так, а вот это да, друзья. Ведь отрыв-то мог быть больше. Посмотрите, как она закрутилась. Она метра два по траектории потеряла серьезно. На этом повторе было хорошо видно. Друзья, вот видите, в связи с тем, что перенесли мужские соревнования, вот нам координация сообщает, у нас очень плотно все получается. И практически на двадцатку мы, наверное, только сможем посмотреть. А потом еще и мужские соревнования у нас ведь начнутся. Еще раз напоминаю. Ну, будем надеяться, что не пропустим какие-то важные вещи. Все-таки в первой двадцатке сосредоточены абсолютно все фавориты. Главное, первую двадцатку мы увидим с вами наверняка. Ну, а пока Романа Мирадоли, лидер французской команды. Ну, вы знаете, тот случай, когда, наверное, француженку даже это слово не радует, потому что и команда стала маленькая, и результатов-то практически нет. Вся надежда, конечно, на Тессы Уорли у французов. Но, вы знаете, меня удивляет то, что... А, нет, есть, да, да. Тесса Уорли, тридцетвертый номер. У нее пока рейтинга нет. А знаете, почему французы на Уорли-то надеются, кроме гиганта, еще и в супере? Она, кстати, форму набрала очень серьезную у Тесса. Вот недавно, буквально несколько месяцев, здесь соревнования Кубка Европы состоялись. Вы знаете, Кубок Европы, это второй эшелон практически после Кубка Мира. И Тесса Уорли выиграла соревнования Кубка Европы. Супер-гиганты, так что, в принципе, конечно, уровень Кубка Европы не сравнится с Кубком Мира. Но, по крайней мере, это подтверждение того, что она в хорошей форме. Тесса Уорли. И ее надо опасаться. Хотя, еще раз напомню, у нее далекий номер. Ну, а сейчас Виктория Робинсбург, которая нам в интервью только что сказала, что прекрасно себя по-прежнему чувствует. Достаточно уверенно. Посмотрим. Одна победа у нее уже состоялась. В Лэк-Луисе. Напомню, что Виктория Робинсбург идет на втором месте в общем зачете после шифрин. Но это сбой, друзья. Это сбой у вас графики. Такого быть не может. У нас почему-то показано 4 секунды выигрыша у Робинсбург. Такого не может быть на 15-секундном отрезке со старта. Но бывают сбои высоко в горах. Я напомню, что здесь 2500 метров над уровнем моря. Старт. Ну, Санкт-Морец хорошо известный всем. Высокогородный курорт. Даже сам город-то находится на высоте 1800 метров. Это прилично. Ну, вот сейчас правильно. Все, поправилась у нас графика 0.23 по факту. Вот это реально выиграла Робинсбург. А на втором отрезке уже отстает. Отстает от результата Лары Гуд. Вторая. Вторая Виктория Робинсбург. И вы знаете, вот это для Лары Гуд очень хороший знак. Если такой мастер, будучи в форме, конечно, Виктория Робинсбург все-таки ей проиграла, то сейчас Лара Гуд, конечно, у нее настроение улучшится. Хотя трасса очень техничная. И, вы знаете, я думаю, что все-таки должна наконец-то себя и Микаэла Шифрин здесь проявить. Шифрин будет стартовать 13-й. Ну, а пока Кайса Викхов Ли. Молодая норвежка. Ну, молодая тоже, вот видите, главной надеждой она теперь стала норвежской командой. После того, как мы узнали от травмы Мовинкель. Мовинкель, конечно, могла бы здесь тоже здорово. Спортсменка уже с большими заслугами. Но еще раз напомню, что у Мовинкель травма. Опять связки разорваны на том же самом колене, которое в прошлом году она травмировала. И больше мы ее в этом сезоне не увидим. Так что вот этой молодой девочке надо стараться за всю Норвегию. И посмотрите, как она. Она достойно, очень достойно старается. Первые два отрезка выиграла. И третий отрезок выигрывает. Вот это да. Неужели она таких людей, как Гут и Ребензбург обыграет? Их ты, не хватило. Хватило, вернее, того, чтобы Ребензбург обыграть. Но Ларри Гут, она все равно проигрывает. Но Лара Гут Бехрами, друзья. Извините, я пытаюсь сокращать немножко. Конечно, правильно надо бы ее полностью, фамилию говорить. После того, как она уже полтора года как замуж вышла. Лара Гут Бехрами. Ну что, попытается впервые на подиум попасть. Здесь Сан-Форице. Это у нас Федерико Бриньоне. Отличная видимость сегодня. Ну и мы видим. Спортсменки здорово стараются, идут, рискуют. Многие девочки. А вот это вот порыв ветра. Вот этого бы, конечно, очень не хотелось. Видели мы, да, сейчас такая поземка пошла. Порыв ветра был чувствительный. Стартовый интервал. Минута 45, кстати, сейчас. Ну и, наверное, для первой двадцатки это точно. Ух ты! Посмотрите, что делают Бриньоны. Просто огромное преимущество. Первый отрезок коротенький. Она умудрила сорок четыридцатки выиграть. Ну, Бриньон это давно уже супер и показывает высокие результаты. Нас это особо тоже не удивляет. Она же на финале была, на пьедестале почетов прошлого сезона. И, пожалуйста, друзья. И вы знаете, меня не удивляет лучшее время. Меня удивляет, сколько она выиграла. Я думаю, вас тоже, друзья. Семьдесят сотых в такой плотной борьбе. Это, конечно, очень серьезно. Вот какой фан-клуб у нее. Посмотрите, на трибунах присутствует. С огромным плакатом. Ну, здесь Италия рядом совсем, буквально-то, полчаса туда на юг от Сан-Морица. И ты в Италии. Друзья, первый старт супергиганте после серьезной травмы Уанны Файт. Анну мы уже сегодня вспоминали. Ну, вот, пожалуйста, смотрите. Я знаю, что поклонников не только в Австрии, но и в других странах у Уанны Файт достаточно много. Это олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира Анна Файт, которую еще мы помним под фамилией Фенингер. Ну, и, конечно, серебряный призер последней Олимпиады Тхенчани именно в этой дисциплине. Помните, друзья, да, тот сумасшедший по накалу момент, когда Эстерли Децкая в последний момент у Анны Файт золотую медаль отобрала. Эстерли Децкая, кстати, сегодня тоже в стартовом протоколе. Секунда отставания, друзья. Давайте, это нас не будет удивлять. Кстати, я еще раз повторю, первый старт после большого перерыва, конечно, спортивной практики совсем не хватает. Анне Файт понадобится время для восстановления. Видите, у нее, к сожалению, слабый результат. Примерно так же, как Илка Штуец. Вот две неудачницы у нас сейчас образовались, которые замыкают промежуточный протокол. Сильные паревые ветры, к сожалению, опять у нас продолжаются. И Тамара Типлер. Друзья, ну у нас плотнейший график. Вы обратили внимание, никакой паузы после 10 номера, как мы обычно делаем. Торопимся очень с вами. Очень не хотим пропустить и мужские соревнования с лалами. Тамара Типлер. Так, неплохо, неплохо начинает Тамара. Посмотрите, какой рельеф, да. Ну, практически ни одной ровной площадки на этой трассе все время. Да, спады, бугры, все время изменение направления. И вот такая сложность в Сант-Морице, мы еще подмечали раньше, но практически ни одного одинакового виража, согласитесь, да. Или более круто, или вытянуто. Очень важно помнить трассу. Это, конечно, для Сант-Морица. Тут еще ориентирами плохо. Если вот трасса, видите, здесь нет леса, такая открытая территория. Ну, сегодня хотя бы солнце спасает. И видимость хорошая. Тамара Типлер. Пятый результат. Ну, тут плотно у нас теперь складывается. Со второго по пятое место очень плотно. Несколько соток. Держи. 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 Продолжение следует. Мишель Гизин Следующая у нас спортсменка Опять же команда хозяев соревнований Мишель Гизин Ну наконец-то начинает сезон Объективно неплохо очень Оправилась тоже от всяких своих травм Переживаний Которых у нее было очень много В сезоне прошлом И идет сейчас на четвертом месте Вы знаете Гизин Наряду с Шифрин Спортсменки, которые во всех проведенных Стартах сезона принимали участие Не просто принимали, а набирали приличные очки Но я не обращаю ваше внимание Вы видите графику на экранах Скорость 101 км в час Ну так в общем-то Обычная скорость для В том числе для супергиганта Здесь не скорость Главное на этой трассе Я думаю вы уже тоже определились Друзья Очень важно ведение Техническое соблюдение Траектории здесь Мы видели как Илка Штухац под первым номером Да Ну раз 10 не попадало В хорошую траекторию Ну вот Гизин немножко получше Американка Постарается сейчас сделать все возможное Ну она обладатель Кубка мира В этой дисциплине Да Неудобно занимать Десятые места И посмотрите С места в карьер Казалось бы У Бриньоны Сумасшедший верхний отрезок И она еще быстрее идет Опа-па-па-па Что-то вот здесь не заладилось Два таких нервных было входа Был срыв Срыв был лыж И вы знаете Вот эта красная зона Это она нам Прекрасно это показывает Опа И здесь немножечко потери равновесия Восемь сотых друзья Ну вот это типичная борьба за победу Между Бриньоны Которые уже на финише И Микэлой Шифрин Ох ты Проигрывает Посмотрите на реакцию Итальянки Ну по нее можно понять Главная соперница Ей проигрывает Микэлой Шифрин Двенадцать сотых О какие болельщики Тут благодарные Да Написано Микэлой Шифрин Гранд Чампион По-моему там Да было на плакате И сердце такое Ну понятно Два 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 Да Бриньоны Говорил Девять Швейцарских спортсменок Сегодня в стартовом протоколе Тоже очень серьезная команда Безусловно С огромными традициями Сборная команда Швейцария Ну и Конечно хочется вспомнить соревнования Чемпионата мира Друзья После Два года И десять месяцев Прошло После чемпионата Ну давайте Через два месяца Будет три года Будем говорить Три Три года назад Классный получился Согласитесь Чемпионат мира До сих пор Все вспоминаются Интереснейшие события И самое главное Что все лидеры Чемпионата мира Трехлетней давности И здесь Они сегодня же Все выступают Я напомню Что Николь Шмидтхофер Чемпионкой мира Стала Три года назад Здесь Вот посмотрим Сейчас она будет Стартовать Сейчас она будет Стартовать У нее тоже Безусловно Самые лучшие Воспоминания От этой трассы Ну а тут Видим Та же самая Та же самая Проблема Не вписываются В траекторию Мы видели И Штуэтс И Анна Файт И вот еще Хелен У Хелен Получилась Хуже всех Вот Надпись была На экране Которая нам с вами Еще раз напомнила Что это Эк чемпионка мира Ну да У нас же После Сан-Пурица Был еще чемпионат Уже и в прошлом году Воры Но все равно Для Шмидтхофер Сегодняшний старт Конечно Очень важен Так Начало Давайте за ней Посмотрим повнимательнее Начало у нее Вполне приличное На уровне Шифрин Я напомню Что Бриньон Это как раз Шифрин проиграла Со старта Австриячка Идет А ну понятно Друзья Вот Это я вам говорю То что немножко За кадром Естественно Ориентируемся мы Сейчас Вот эти все Проигрыши Даются по результату Федрики Бриньоны Само собой А не Шифрин Шифрин вторая Опа Что ж так С трамплина Это немножко Разобрано Да Это может стоить Ей И стоит Хотя Молодец Она плотно Борется Третья Какая плотная Борьба Да Вот казалось Друзья Только что Согласитесь Бриньоны Финишировала Фантастика 70 сотых Оторвалась Казалось бы Как можно А вот Пожалуйста Шифрин К ней приблизила Шмидхов Рядышком Совсем Но вот здесь Совсем интересная У нас информация Друзья У нас стартует Такая великая Чемпионка Олимпийская Чемпионка София Годжа А у нее нет Финишей Представляете Она не финишировала Как правило Здесь Санкт-Мурец Вот для нее Видимо Эта трасса Является До сих пор Какой-то Загадкой Но Все загадки Рано или поздно Отгадываются Согласитесь Поэтому Годжа Годжа Безусловно Один из фаворитов Сегодня Подходит К средней Средняя часть Безусловно Самая здесь Трудная Вот посмотрите Какие виражи Тут и под снос И постоянные Изменения Рельефа Но пока достойно Выглядит София Ох Тоже Да что ж такое Это А вы знаете Там нет Времени На подготовку Вот почему У нас уже Несколько спортсменок Подряд Еле стоят На приземлении Там нет подготовки Вовремя Не успевают Они из задней Стойки Поправить Позицию Палка В руке Чистенько 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 Надо отметить Пока Рисует Она Опа Помарка И все Вот много Много ли надо А ведь Темп то был Быстрый Понятно Здесь надо было Быстро Реагировать Казалось бы Вот такая Небольшая Помарка Из которой Можно было Выйти Но нет Слишком быстро Вот Посмотрите Помарочка И все И уже Направления Синие ворота Нет Как быстро Происходят Такие события Да Тина Что-то Совсем Расклеилась Друзья Совсем Ничего Не показала На этапе Вилэйк Луис Из-за Три старта И вот Сегодня Сход еще У нее С дистанции Итальянцы Тут уже Ну итальянцы Они всегда Такие Кучкуется Посмотрите Собираются Тут на финише Но у них Пока дубль Друзья На данный момент Дубль Первое и второе место Видимо Здорово Команда Подготовилась Безусловно Я уже говорил О результатах Кулык Луис И вот еще И тут Дубль может И еще Третья итальянка Достаточно Сильная итальянка В данный момент Стартует Николь Делаго Теперь у нас Две сестры Делаго Друзья Вот видите Мы как-то Часто Замечаем Да Сестры Братья Вот У семьи Делаго Младшая Сестра Тоже Начала Выступать Младшую Надя Кстати Зовут Ей 21 год Сегодня Сегодня Она Правда В далеких Номерах Ну вот Первая И спортсмена Кто не в зеленой зоне Да Со старта Хотя Один сотых Это В общем-то Все равно Очень приличный Уровень Николь Делаго Не хватает Быстроты Мощная Девушка Вот Ей бы Попрямей Посмотрите Опять ошибка Одна ошибка За другой И еще Одна ошибка Смотрите Как она плохо Выходит Из виражей Постоянно Пыль Из-под Лыж Да 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 Ох А здесь Совсем Развалилась Здесь Ну не совсем Готова К таким Такой Быстрой Работе Делаго Конечно Это было Сейчас Видно Да Ну всего лишь Только лишь Очки В зачет Кубка мира Может быть 20 место У нее будет Но не более Того Карин Сутер Друзья Карин Сутер Ну Для Карин Все-таки Трассел и Клуиси Мне кажется Побольше Подходит Она вот как Эделага Такого же плана Она конечно Поопытнее И посильнее Чуть-чуть Но тоже не любит Когда очень Быстрый темп И крутые виражи Хотя Может быть Для нее Поговорка Дома стены Помогают Может быть Что-то получится Давайте смотреть Карин Сутер Нельзя Нельзя Протягивать Быстро Очень Быстрая работа Почти как Славными Гиганты Согласитесь Некоторые Виражи Только скорость Заметно Больше Тут же Тут же Скорость От 90 До 100 В виражах Пока держится Но это еще Не все Вот здесь Здесь Тинова Оратор Мы помним Сошла с трассы Трамплин Очень здорово Лучше всех Прошла С трамплина Собрано Успела И скорость Почти 104 Км в час Это лучшая Скорость Сегодня Но По виражам Нет По виражам Нет Карин На тройку Не идет Шестая Лишь Карин Сутер Причем Одинаковый Результат Посмотрите Опять у нас Одинаковый Результат Карин Сутер И норвежка Ли Они сейчас Делят Шестое место Для Ли Это конечно Очень прилично Она остается Шестой Рейбинсбург Уже Восьмая Друзья Но австрий Пока Шмидхофер Лучшая На четвертом месте Вот сейчас Ее подруга И соперница По крайней мере Помните В прошлом сезоне Шмидхофер И Зибенхофер Соперничали В борьбе За Кубок мира Да Друзья Ну вот сейчас Уже окончательное Подтверждение От наших Режиссеров Что мы Нет у нас Времени Физического Переключиться На Вальдезер Там начинается Соревнование Мужской славом Потому что У нас Через 20 Небольших минут Биатлон Начинается Запланированный Биатлон конечно Будет в прямом эфире Но мы будем Вас информировать И будем по прежнему Искать возможность Показать Мужские соревнования Безусловно В крайнем случае Вторую то попытку Решающую Точно покажем Еще не знаем Правда На каком канале Но сейчас У нас Будет Небольшая Пауза И Результаты Вы видите Возвращаемся Санкт-Морец И продолжаем Нашу прямую Трансляцию Напоминаю Друзья Второй В сезоне Супергигант По программе Женского Кубка мира Санкт-Морец Традиционно Принимает Эти соревнования Двадцатка У нас Лучшая По рейтингу Уже Стартовала Дубль Итальянской Команды На данный момент И Микаэла Шифрин На третьем месте Годжа и Бриньоны Поспорили За первое место И разошлись В одну сотую Представляете В одну сотую Годжа Первая Бриньоны Вторая Но я думаю Что Могут у нас Быть еще Сегодня Сюрпризы Посмотрите Друзья Кто у нас Стартует Друзья Ну вот мы все время Для вас же Конечно Стараемся Получаем информацию Из Вальдезера И там опять Задерживаются Соревнования Опять объявили Сначала 13-15 Теперь 13-30 И точно Уже К сожалению Первую попытку Мы с вами не увидим Будем смотреть Биатлон А вот вторую попытку Мы ищем время И пусть даже В записи Но в любом случае Вам покажем И попозже Мы вас Проинформируем Ориентировочно Это будет 18-55 Ориентировочно Но если Будет меняться Время Естественно Мы будем Вас информировать Мы будем Вас информировать Безусловно Ну а на трассе У нас Участница Уже под 21 номером Нина Ортлип Из австрийской Понятно Что Команды Ну что Не худший результат Но вы знаете Вот согласитесь Как-то не очень уверенно С одной стороны Более-менее быстро Прошла верхнюю часть Дистанции Но такая Настороженность И высоко Часто По стойке Как будто Все время Заглядывает Вперед Как будто Чего-то Все время Опасается Нина Но С другой стороны Неплохо Шестой результат И причем Друзья Это опять повторение Результата У нас Три спортсменки С одинаковым Результатом Теперь уже Ортлип Сутер И Ли Три спортсменки Делят шестое место Софья Годжа Довольная Конечно же Еще бы Первый Может быть Такой Серьезный Успех В сезоне Елена Куртони Еще одна Представительница Итальянской Команды Кстати У Елены Куртони Было прекрасное Выступление Ну Не скажу Прекрасное Хорошее Давайте Так Чуть На бал Пониже Хорошее выступление На чемпионате мира В супергиганте Было пятое место Три года назад Ну Что Посмотрим Для нее За эти три года Изменилось Пока Отметить Конечно Куртони Нечем особо Такое Разочарование Спортсменки Которые Прочили Такие Огромные Лавры В общем-то Осталось В середнячках Давайте Прямо Говорить Ну Да Вот Ответ На вопрос Да Именно В середнячках Потому что 14 место Для нее Это по-прежнему Так Средненько Со знаком Минус Даже Выступление Елены Куртони Мы Конечно Ждем С нетерпением Выступление Лидецкой Олимпийской Чемпионки Хотя Вы знаете Я Не уверен Что у Лидецкой Большие шансы На такой трассе Но Всякое бывает Она все-таки Олимпийская чемпионка И с этим не поспоришь Мария-Мишель Ганьон Ну Опытнейшая Канадка Вы знаете Вот по Ганьон Всегда можно сказать Неизвестно Когда она выстрелит Или провалит Вот Друзья Пожалуйста Вот Я не успел сказать И пожалуйста Она Или Где-то На высоких позициях Супер Или сходит С трассы Вот у нас Очередной сход В исполнении Канадки Вот посмотрите В какую ситуацию Уходящий Траверс Трудное Очень трудное место Она опоздала Не среагировала Вовремя И видите Много ли надо Она уже За пределами трассы Мария-Мишель Ганьон Интервал у нас Сократили Но всего на 15 секунд Все равно Полторы минуты Между спортсменками Так что До биатлона Мы Тридцаточку С вами увидим Самые главные события 24 номер Уже готовится Это Мирьям Пухнер Я думаю Вы тоже Слышите Друзья Какие там Возгласы В стартовом домике Сзади Помощник Тренер стоит Как настраивают Как подгоняют Спортсменку Ну вы знаете Не всем одинаково Кому-то требуется Но там Настоящие Тренеры И психологи Конечно с командой Тоже работают И знают Когда Да Кому-то Какой-то спортсмен Наоборот Надо успокаивать Какую-то Наоборот Надо завести Растормошить Так чтобы Она атаковала Получше Начало хорошее У Пухнер Ну зато Можно прямо Говорить Что Мириам Пухнер Не главный Технарь В австрийской Команды Да и вообще В Кубке мира И вот посмотрите Обратите внимание Как правило Вот на таких трассах Ей не удается Чисто лыжи провести Все время пылит Все время опаздывает Вот сейчас Уже было это И здесь Это видно Согласитесь Да Как выписывала Виражи Та же Шифрин Почти Без пыли Да И что у нас получается С многими другими Спортсменками Ну это в общем-то Абсолютно понятно Да Мастерство разное А трасса Еще раз напомню Предъявляет Сегодняшняя Трасса Ингодина В Санкт-Морице Очень серьезные Требования по технике Очень серьезные Именно по скоростно-силовой Работе тоже Вот Пухнер мы видим Тоже не справляется Вот посмотрите Один из слабых виражей Да уж напылило больше меры Как говорится Пухнер друзья Ну сейчас олимпийская чемпионка Эстер Ледецка Эстер Ледецка Которая Наконец-то Одержала первую победу В горных лыжах Напоминаю Обладательца Кубка мира В сноуборде Единственная Спортсменка На таком уровне Выступающая В двух разных Видах спорта Эстер Ледецка Но вы знаете Вот сейчас У нее пошло Немножко совсем По-другому Да Спуск получался В Лыклович С этим не поспоришь А вот Супергигант Она там Лишь 30 место Заняла Эстер Ледецка И вот Я сразу Поэтому И тоже Высказал Сомнение Что Ну технических Много у нее Грехов Она любит Побыстрее Когда не надо Технику Хорошую Горнолыжную Показывать Как только Вот такая трасса Как здесь Санкт-Морице Сразу Ледецка В общем-то Не конкурентна Давайте Прямо говорите И вот сегодня Ну да Это вот то О чем я говорил То о чем я говорил Стер Ледецка Сегодня В двадцатке Не будет Но с другой стороны Друзья Вот интервью Было недавно Сразу после того Как Ледецка Выиграла Скоростной спуск Лейк Луис Она сказала Вы знаете Ну как приятно Я почувствовал Такое Великолепное Чувство У меня И я Сначала Я планировал Опять сочетать Кубок мира Горнолыжную Со сноубордом Но пока Вот Воздержусь Останусь В горных лыжах По крайней мере На два следующих Этапа Вот так вот Сказала Ледецка Посмотрим Не поменяет ли Она Свое мнение В этом плане И у нас Уже и Марта Басина Еще одна спортсменка Которая сумела В нынешнем сезоне Отличиться Друзья Я напоминаю У нас восьмой старт У женщин В нынешнем сезоне И у Шифрин Всего две победы Количество очков То огромное Потому что Два раза вторая Третья Но победы Только две И вот Кстати Одна из побед Вот у этой девушки Но в отличие от Шифрина У которой 62 У Басина Это первая Произошла Первая победа В карьере В Киллингтоне В американском Ну а в сегодняшнем Супергиганте Она Видите Конкуренцию Составить не может И вот интересно Еще один момент Две итальянки У нас лидируют И похоже Что их уже точно Никто не догонит А остальные Это достаточно слабовато И вот так Очень компактно Итальянская команда 14 по 18 место Вот они расположились Все Рядышком Куртони И Марсали И Басина Но София Годжа Уже Понимает Конечно Не будет Ну девушка Она Хоть и веселая Достаточно скромная Я думаю Она не будет Сейчас Заранее там Победу праздновать Подождет Когда практически Все участницы Стартуют И Глядя в стартовый протокол Я скажу Друзья Ну Нет спортсменок Такого технического уровня Кто бы мог Годжу обыграть Но если только Теса Ворли Если только Теса Ворли Ну у нее Достаточно далекий Сегодня номер 34 Ну понятно Да У Ворли Она там Одна из первых Рейтингов В мире в гиганте В своем любимом В супергиганте У нее очки Слабоваты Рейтинговые Поэтому номер Далекий Кстати Кстати у россиянок Сегодня одна Девушка Но только одна И может стартовать Мы знаем Что в Лейк-Луисе Была у нас пара Девушек Спуски стартовали Ну а в супере Пока квоты Нет только Одна Александра Прокопьева Будет стартовать Под 45 Номером Элис Макинес Элис Макинес Неудачно тоже На финише Ну от Элис Мы честно говоря Никаких чудес Не ожидали Друзья А вот Лидецка Интересно Вот нам сейчас Показали Я не понял На финише Да на финише А она Мы обычно Видим такие кадры Перестартом Да когда спортсменка Вспоминает трассу Модулирует По памяти Проходит А Лидецка Это сделала После финиша Смотрите какая Молодец Работа над ошибками Называется Да Прошла плохо Но все равно Еще раз Проанализировала На финише Своё выступление Молодец Профессиональный подход Прискануфер Это уже 28 номер У нас Отличная по-прежнему Видимость К сожалению Небольшие порыва ветра Остаются у нас На стартовой части Но Если у жюри Не останавливает Гонку Значит Ветер допустимый Друзья Потому что конечно За этим внимательно Все следят Чтобы были равные Условия для спортсменов Безусловно Значит ветер В допустимых пределах Прискануфер Прискануфер Тоже Достаточно Сегодня у них Серьезного успеха Нет Лучшая швейцара Клара Гуту Бехрами Она лишь пятая И Карин Сутер Шестая Ну Для Такой сильной Команды швейцарской Это конечно Не лучший вариант Сегодня Выступлений И самое главное Неизвестно Смогут ли они Отличиться завтра Потому что Я напоминаю Друзья Завтра Здесь Санкт-Морице Параллельный с Лалом Первый В сезоне Старт Параллельный с Лалом Ну и Сами понимаете Параллельный То у нас Как правило Ну По крайней мере Как было в прошлом сезоне Это Шифрины Вылхова Да Как правило Делят там Победу Так что Посмотрим Что-то будет завтра Интересный старт 105 Посмотрите Какая скорость хорошая Но скорость Только на На коротеньком отрезке Аж на 4 километра В час Быстрее победительницы Друзья Ну это видите В таком техническом супере Где Вираж 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 Важна конечно Техника И здесь Немножко Кира Вайдли Не справилась Вот они Две Победительницы Две итальянских спортсменки Вы видите Годжа и Бриньоны Такой Классный тандем Получился Итальянский Да Итальянская команда Вот если брать Начало сезона Согласитесь Друзья Наверное Самая такая Сюрпризная команда Ну что значит Сюрпризная Она Команда Это сильная Да Но Я вот Не припомню Что в начале сезона Итальянки Так здорово Отличались Напомню Что у них Уже и победа Есть в лице Басина Кстати Бриньоны Была вторая В гиганте И сегодня Вторая Всего сотку Да Проиграла Как обидно И Делага Призер И Марсалия И вот теперь Еще и дубль Видите Здесь Санкт-Морице Для итальянской команды Конечно Начало просто Шикарное Начало сезона Я имею ввиду Друзья Ну действительно По-прежнему Еще начало Потому что Восьмой старт У нас Да По календарю 42 старта В сезоне 42 В женском Календаре Хазер Нам показывает 20 результат И Пожалуй Друзья Вот она Тройка Сегодняшняя призера Шифрин Скромненько Ну на третьем месте Все-таки Это гораздо лучше Чем в первом Супере сезона Была Шифрин Десятая Вот сегодня Третья Это естественно Позволит ей Еще Увеличить Отрыв В общем зачете Ребенсбург Ну и результаты Результаты Вы видите На своих Экранах Ну что же Вот Красивые моменты Сегодняшнего Супергиганта А мы потихонечку Друзья Сейчас будем с вами Переключаться На биатлон Да вот Картинка Из Хокфильцина Уже появилась Вы видите Ну а что касается Горнолыжных соревнований Друзья Я вам уже говорил Что из-за переносов Постоянных Мы не увидим С вами первую попытку Мужскую Но вторую решающую Мы пока Планируем Примерно на 19 часов Вечером Так что следите За нашими Дополнительными Дополнительной Информацией Вот так наверное Будет правильно Сказано Ну и вот Вот такие красивые Сегодня были моменты Ну для кого-то Удачные Для кого-то Нет Как всегда Это бывает Не только В горных лыжах А пожалуй В любом виде спорта Так что Друзья Смотрите Евроспорт Смотрите Горные лыжи С вами Прочается Ваш комментатор Владимир Андреев И режиссер Трансляции Юлия Варкунова И надеемся Еще увидимся С вами Сегодня вечером Так что До встречи